приветствую всех моих многочисленных подписчиков и слушателей до днях созвонился со знакомой поговорили говорит видела твой канал на ютубе здорово ты рассказываешь про детей про то какие книги им покупать мне это нравится я спросил а какие вопросы тебе еще интересны чтобы ты хотел еще услышать как слушатель она говорит про то как детям использовать гаджеты мобильные телефоны надо ли им давать и поделись своим мнением хорошо и можно сказать что это видео я на для тебя для тебя и для всех остальных подписчиков я считаю наши дети конечно смотрят на других детей которые играют фланшеты и тоже хотят играть но в том воспитание что мы объясняем детям не один раз что это не несет большой пользы что может что с чем-то другим заняться книгой про больше принесет пользу и знаний но это еще умение отвлечь ребенка то есть и понятно что вот здесь можно много игр найти мультфильмов разно разных и разнообразных но надо уметь так отвлечь и завлечь ребенка чтобы он забыл о нем это тоже этому нужно учиться не все этому могут на словах это тоже легко если я считаю что максимально нужно знакомство с гаджетами оттянуть оттянуть и ребенок смотрит как мы себя ведем то есть если мы постоянно в телефоне дома сидим ты он будет просить тогда понятно папа мам ты сидишь как бы постоянно но они копируют нас и он будет просить тоже если там до пяти лет ребенку я считаю вообще до пяти до семи лет надо максимально ограничивать гаджеты просмотр телевизора в свободное время это книги улица игры лепка из пластилина рисование пение бегание развитие физическое умственное но без гаджетов они можно сказать да они должны учиться вот там работать дети настолько быстро учатся и схватывают что они у вас за год наверстают все пять лет они обучаются быстрее чем мы это естественно пошла днк эволюционирует тоже кстати говоря вот а в нем заключается тоже знание которые мы получили передаются им ну а в с определенной с определенным процентом так вот не удается оттянуть это знакомство уда значит налегаем на приложение какие-то образовательные примеру есть вот приложение звездное небо я специально уже раскрыл здесь можно показать ребенку разные созвездия сейчас если интернет позволит открыть не сильно видно но факт что можно его заинтересовать чем-то другим затем еще одно приложение просто ради интереса тоже карта планет разных нету есть больше информации по ней ну про насекомых где можно увеличивать рассматривать очень большое разнообразие и также ограниченность по времени как и взрослому нужно ограничение по времени в общении с электронными гаджетами также ребенку тем более при при долгом зависании человека с гаджетом создаются очень большое напряжение в лобной части и в висках это очень плохо сказывается на глазах еще как при просмотре интер телевизора или любого экрана мы перестаем моргать у нас глаза становится красным почему мы перестаем моргать и глаз глазной яблоко не обывается слезной жидкостью и соответственно но краснеет раздражается опять-таки вред для здоровья поэтому если не можем оттянуть знакомства даем образовательные какие-то программы и или даем выбор или там смотришь мультики полчаса или ты играешь телефон полчаса в день все как бы вот такое мое мнение пожалуйста напишите ваше мнение ваши советы потому что много опытных мам которые могли бы поделиться своим опытом как они ну вот с данным вопросом разбирались позволяли не позволяли это просто делитесь опытом с людьми это видео может будут смотреть еще кто-то и вы можете помочь друг другу если видео вам понравилось поделитесь с друзьями и подписывайтесь на канал спасибо пока